Девушки, здравствуйте! Меня зовут Александра Васильева, и я визажист-бровист со стажем 9 лет. Данное видео идет с YouTube-канала Школы Жанны Санжак. Я не буду вас томить, но мне кажется, вы и сами догадались, и видите очень хорошее сходство между мной и Жанной. Все правильно? Да, я ее дочь. У нас дома, ну, очень большое количество косметики. Дело в том, что так как мы визажисты, мы должны быть в курсе всех новых продуктов. Первое средство, о котором пойдет речь, вот оно. Это база под тени от фирмы Dior. Что нам обещает производитель? Что это стойкость теней, это очень легкая растушевка, эта база не сушит кожу век и очень хорошо передает светопередачу теней. А что же мы имеем на самом деле? У данной базы под тени у нее кремовая текстура. А я хочу напомнить, что кремовые текстуры, когда они соприкасаются с воздухом, они начинают быстрее портиться, а тем самым сразу же высыхать. Поэтому, когда вы открываете, допустим, кремовые тени, желательно их или переворачивать, или сразу же закрывать крышечкой, чтобы они не сохли. Тут другая ситуация. Тут вы хоть закрываете крышкой, хоть вообще их не открываете на самом деле, они все равно будут сухие. И настолько сухие, что их просто вот из этой баночки их не достать. Ни кисточкой, ни спонжиком, остаются только пальцы. Но, если все было вот так просто, она не набирается. Она не набирается вообще. И остается просто вот такими вот комочками, которые очень тяжело растушевываются. И они тяжело растушевываются даже просто на пальцах. Я уже не говорю про нежную кожу наших глаз. Поэтому я не рекомендую базу Dior, потому что ужасно сложное нанесение. И для тех девушек, у кого кожа глаз достаточно чувствительна, но это будет прям мука. Поэтому не вариант. Второй продукт, о котором пойдет речь, это кремовые тени от фирмы Clorans. На самом деле, я напомню, что это база от Dior, которая дает стойкость. А это кремовые тени. Но они между собой достаточно похожи. Немножко отличаются по текстуре. Это тягучие, наслаиваются хлопьями. А вот это прям такая бархатная, мягкая. Но что я вам могу сказать? Как тени, они вообще ни о чем. Потому что о них что наноси, что не наноси, вообще не видно. Но при этом кремовые текстуры сами по себе, они как правило, если вот они такие достаточно нюдовые, они работают как стойкость для теней. Например, как, господи же, где вы? Например, как тени кремовые от фирмы MAC. И вот если сравнить вот эти три баночки, то вот это просто идет на помойку. А вот это остается. Потому что вот эти кремовые тени, это, конечно, просто любовь. Вам нужно их приобрести обязательно. И просто почувствуйте разницу, потому что ваш макияж будет держаться вот прям до вечера. Это 100%. Следующее средство, о котором пойдет речь, это вот такой хайлайтер стики от фирмы Sephora. Единственное, что в этом продукте прекрасно, так это его компактная упаковка. Все. Точка. По-другому этот продукт можно охарактеризовать как новый формат вазелина. Потому что, в принципе, если посмотреть на его состав, то там больше гораздо вазелина, дополнительных каких-то павов и немножко светоотражающих блесток. При нанесении на кожу он, конечно, дает легкое свечение, но очень уж липко. То есть, если у вас волосы вот сюда попадут, то они вот так вот, в принципе, и приклеятся. Давайте я вам покажу. И его еще такой основной нюанс, это то, что он немножечко скатывает мне тональное средство. Хотя оно достаточно стойко. Вот этот блеск. Я сейчас немножко растушую. Очень неприятная, на самом деле, текстура. Действительно напоминает, как будто бы я только что намазалась вазелином. И вот смотрите, что происходит. Ой, вот я даже как бы не особо... Это красота. Ой, ну красота. Ой, ну прекрасно. Особенно, когда волосы, например, быстро пачкаются. Вот это прям вообще идеально. А для девушек, у которых челка, так вообще супер будет просто. Зато ветром не сдует. Идеально. И как бы немножечко некомфортно. И я вот сейчас смотрю, у меня немножко там скаталось тональное средство. И вот это вот красивого сияния изнутри, которое должен давать хайлайтер, к сожалению, данный продукт не дает. Поэтому он не дорогой. Он стоит в районе 500 рублей. Я думаю, что его лучше не стоит приобретать, на самом деле. Потому что у него еще только что сломалась крышечка. Он больше не выкручивается и не закручивается обратно. И такой бывает. Сейчас нашла блеск для губ. Это не должно входить в программу. Я просто бы нашла, который увеличивает. Я его не тестировала. Но вот как раз таки сейчас, скажем таком, в реальном режиме мы с вами его протестируем. Он должен давать такое легкое пощипывание. Его очень много наносить на губы не нужно. Он за счет своего ядерного состава будет немножко кровь губам будет приливать. И губы автоматически будут становиться, во-первых, немножко поярче по цвету, да, и попухлее. То есть очень, в принципе, неплохая альтернатива косметологии инъекционной для губ. Кто боится боли, крови, анестезии, шприцов, игл. Вот. Ну, сейчас проверим. Сейчас посмотрим, как он работать будет. Следующий продукт, о котором пойдет речь, это вот такой вот двухсторонний корректор для светотеневой коррекции. Мне кажется, на самом деле, у многих фирм есть такая определенная ошибка, что они, корректоры для светотеневой коррекции, для скульптурирования лица, делают немножко сружиной. А мы знаем, чтобы сделать вот этот вот эффект впалых скул, нам нужен оттенок немножко коричнево-серый, чтобы сделать легкую имитацию тени. И тогда вот эта скуловая коррекция, она будет лучше читаться. Что касаемо этого хайлайтера... Хочу сказать то, что мне кажется, у меня сейчас губы просто взорвутся. Во-первых, я только что же, помните, наносила средства для увеличения губ. Щипет все невероятно, чешется, и немножко губы онемели. Я прям, я реально вот их вот тут вот вообще не чувствую. Вот именно где нанесла. Я думаю, может, еще посильнее сейчас нанесу, чтобы уж прям наверняка был видимый эффект. Но, если посмотреть, они стали по оттенку немножко насыщенней. Сейчас нанесу в уголки, потому что я туда не наносила. Но щипет жутко. Продолжим. Итак, возвращаемся к такому кремовому скульптуру. Дорогие девушки, на самом деле, положа руку на сердце, средство-то неплохое. Но нужно не забывать то, что кремовая коррекция, это та коррекция, которая больше делается на фотографиях. Это та коррекция, с которой выходит, как правило, звезды Голливуда именно на красную ковровую дорожку, потому что там очень много камер. А мы с вами помним, что камера здорово съедает макияж. И поэтому вот такие вот светотеневые корректоры, они здорово работают для камеры. Если вы не визажист, то, скорее всего, вам с таким продуктом будет достаточно тяжело. Потому что для нанесения данного продукта нужно иметь определенный навык. И он, в принципе, растушевывается легко, но лучше это дело оставить визажисту. Дело оставить визажисту. Ну и последнее средство, которое я вам хочу показать, это фирма Ева Мозаик. Это универсальный продукт, как уверяет нас производитель. Два в одном. Это тени для бровей и подводка для глаз. Удобная кисть. Стойкая, приятная гелевая текстура. Средству, на секундочку, месяца нет. Удобная кисточка. Особенно, девушки, я не знаю, покажу вот так. Видите, она уже немножечко распушилась, стала достаточно толстой. А это значит, что если использовать данный продукт, как гелевую подводку для глаз, стрелочку вы прорисовать 100% не сможете. И вот тут надо открыть вторую, вот с другой стороны, вот эту вот баночку. И получается, что вы вот этой вот кисточкой, божественной просто, макаете в баночку и рисуете. Рисовать, в принципе-то, неплохо. И цвет неплохой. Надо отдать должное, Ева Мозаик, у них действительно очень хорошая цветопередача всех продуктов. Особенно карандаш, кари и очи, на пудровой основе, боже, это тоже любовь. Но такой кисточкой невозможно ничего делать. Ей убить можно. И глаз проткнуть. И стойкость данного продукта равна абсолютно нулю. Благо, данная фирма не очень дорогая, поэтому, в принципе, но мне было бы жалко все равно 300 рублей. Не надо это покупать. Оно того не стоит. Хочу напомнить, что Вуди только что прошел. Девушки, ну вот и результат второго нанесения блеска для губ. Что я вам хочу сказать? Что губы действительно стали больше. Ощущения. Ну, присутствует легкий дискомфорт. То есть, если бы я пошла, допустим, на свидание или на какое-то важное мероприятие, такой бы блеск я не наносила, потому что действительно губы онемели именно некомфортно. Но они значительно стали больше. В принципе, это очень хорошая альтернатива, если вы хотите посмотреть, как будут выглядеть ваши губы, если вы сделаете инъекцию, или же если вы боитесь инъекции, вот вам как вариант использования таких блесков. Но хочу напомнить то, что все-таки увеличение губ, это уже такой анти-тренд, тем более в таких больших объемах. А мне кажется, что... Ну, мои губы точно сейчас явно стали больше. И вот мы то, что нанесли в углы, углы как раз-таки развернулись. Это вот тот самый эффект, который многие девушки хотят добиться от косметолога, чтобы развернуть эти углы. И... Результат налицо. Девушки, на этом все. Наш бьюти-обзор закончен. Подписывайтесь на канал Школы Жанны Санжак. И если вам было интересно, обязательно напишите в комментариях, может быть, какие-то фирмы нужно для вас протестировать. Сделаем это с удовольствием. До новых встреч. До свидания.